Тайнеры биткоина хотят, чтобы ходлеры платили, иначе они будут раздувать предложения. Доброе утро, добрый вечер, добрый день, где бы вы ни были, когда бы вы ни были. Спасибо, что смотрите мои видео. Меня зовут Довинчи Джереми. Я нахожусь в Пай 505, здесь, в Дубае, и у меня все хорошо. Я надеюсь, что у тебя все хорошо, где бы ты ни был, когда бы ты ни был. Все в порядке. Я взволнован даже несмотря на то, что цена биткоина падает, не так ли? Я знаю, что в конце радуги не имеет значения, что делают правительства, что делает банковская система, в конечном счете, в конечном счете биткоин будет сиять. И да, они хороши со своим фудом. Они очень умны, не так ли? Фуд был предоставлен вам, вашим местным банкиром, и я собираюсь рассмотреть некоторые из продуктов питания, которые я видел. И мы собираемся взглянуть на нашу вчерашнюю сделку. Я действительно упомянул сделку, но не во вчерашнем видео. На самом деле я сделал это после того, как закрыл видео, и мы собираемся показать вам эту сделку и то, как она идет. И если вы заинтересованы в трейдинге, вы можете сделать это с помощью ссылок davincij15.com в описании ниже. Они также проводят розыгрыш призов, о котором я, вероятно, расскажу в следующий раз. Все в порядке, вафли теперь добавлены, не так ли? Новый DA, вафельный DA. Если вы, если вам нравится, ой, я верю в вафли, и вы хотите DA, вы можете DA каждую минуту, каждый час, каждый день, каждую неделю или каждый месяц. И это самый простой способ, знаете ли, вложиться в тот актив, который вам нравится. И если вам нравится монета вафли, потому что вы знаете, что вафли – это одна из тех монет-мемов, не так ли? Сезон монет-мемов уже здесь. Он никуда не денется в ближайшее время. Фонд Pump Flips Ethereum и ежедневный доход, чтобы стать крупнейшим в мире криптоприложением. Да, 1,9 миллиона долларов за 24 часа в соответствии с рекордным ежедневным доходом. Это поздравление. Я не знаю, что они имеют в виду под этим и что такое доход от эфириум. Откуда поступает этот доход? От какой идеи? Я не знаю, от Tron или Soulena. Я имею в виду, что доход основан на чем? Именно так. Здесь было не совсем ясно, но хорошо. Но что здесь интересно, так это вот что. Посмотри на это. Посмотри на эти монеты-мемы на Soulena. Господи. Посмотри на процентный прирост. Монеты-мемы – это следующая большая вещь, не так ли? Даже флоки с 4-сорроцентным приростом ты знаешь 878%. Все эти вещи ты знаешь, возможно, с этими монетами-бобами, и ты знаешь, что это не прекратится в ближайшее время. Хорошо, переходя к биткоину, крупнейший в мире биткоин-майнер не продал ни одного BTC в июне. Теперь Майнер сказал, что Мара решила не продавать биткоины в июне. Компания по-прежнему намерена продать часть своих биткоин-холдингов в будущем, чтобы поддерживать ежемесячные операции и управлять своим казначейством в общих корпоративных целях. Очень жаль, что этим ребятам приходится продавать биткоины, когда мы находимся на светском бычьем рынке. Это удивительно, потому что то, что нужно сделать, это то, что они должны были уже занять много денег заранее, потому что пока у нас есть эта финансовая система. Они могут, есть способы, биткоин всегда выгоден в местной валюте, не так ли? Всегда, всегда, всегда. Почему это так? Потому что вы можете занять деньги, а затем в конечном итоге продать эти биткоины, чтобы погасить кредит. В биткоине это не совсем выгодно, а это означает, что если вы потратите один биткоин на оборудование и ресурсы, вы не получите его обратно в течение значительного промежутка времени. И, как правило, лучше просто купить биткоин, а не деньги. Но если вас интересуют только доллары, то да, это выгодно. И именно так вы и должны к этому относиться. И поэтому я немного обеспокоен всякий раз, когда они говорят, что продают на этом конкретном этапе, потому что, эй, ты же знаешь, что биткоин еще не видел всего этого. Не видел нормальной накачки. И да, так что я думаю, что стоит рискнуть и использовать часть вашего биткоина в качестве залога, чтобы обеспечить будущее и управлять операциями вашей компании. В любом случае, двигаемся дальше. Что же произойдет с биткоином после того, как будет добыт весь 21 миллион? Ничего, верно. Потому что комиссии за биткоин-транзакции покроют это майнером. Итак, одна из вещей, о которых я получил, это сообщение от одного из вас, ребята, в вашем, в моем видео, поскольку он сказал, как биткоин-разработчик, обеспечит безопасность сети после того, как произойдет еще пара событий с такой низкой пропускной способностью транзакций. Люди говорят, что о, биткоин наводнен ординалами. А теперь этот парень говорит, что комиссии за транзакции низкие транзакции. В чем же дело? Верно? Я сбит с толку. Хорошо. Все в порядке. Я говорил тебе много лет назад, что они будут раздуты, и ты смеялся. Они будут раздуты. Ты будешь неправ. Иди сюда. Они пытались увеличить размер блока, а не раздуть предложение размер блока. И это не сработало. Верно? Это был хардфорк. Чтобы раздуть предложение биткоина, вам понадобится хардфорк. Хардфорк, который никто не собирается использовать. Так вот оно что. Все в порядке, это не так уж и сложно. Так что вы не можете увеличить предложение, не так ли? Потому что как только вы это сделаете, это уже будет не биткоин. Все так просто. Итак, во-первых, прямо сейчас нет низкой пропускной способности транзакций, не так ли? Люди жалуются на высокие комиссии, а высокие комиссии возникают только потому, что вы используете сеть, и сеть покрывает майнеров комиссиями за транзакции. Теперь биткоин-хаддлингерам нужно прокладывать свой путь. Этот парень выходит на связь, чтобы взимать плату за хаддлинг биткоина. Чтобы уравновесить тот факт, что бюджет на безопасность майнинга в настоящее время оплачивается только людьми, совершающими транзакции, а не людьми, просто укрепляющими свои позиции. Опять же, я думаю, что нет спама сети ординалами, не так ли? Это так глупо. Не так ли? Представьте себе сценарий, в котором вы отправляетесь в отпуск на сто лет, и хотите, чтобы ваше богатство сохранилось, когда вы вернетесь, вы решаете закопать сейф. В котором находится несколько золотых слитков, пачка стодолларовых купюр и ваше биткоин-холодное хранилище. Хорошо. Какой результат вы ожидаете, когда вернетесь после столетнего отсутствия? Ну, золотые слитки все еще будут в хорошем состоянии. Это на сто процентов верно, не так ли? Сто-долларовые купюры развалятся, а покупательная способность, скорее всего, значительно ослабнет до такой степени, что купюры станут бесполезными. А как насчет биткоина? Сколько стоит биткоин? Ну, деньги — это только биткоин и золото. Биткоин и золото имеют ценность только в том случае, если люди действительно ценят их, а это означает, что наши люди на самом деле там, чтобы оценить их. Ну, долларовые купюры, верно, вы знаете, это просто потому, что люди глупы. Система ценностей возникает из-за того, что люди сильны, не так ли? Продолжая, ответ зависит от сети, работающей во время длительного отсутствия. Если бы другие люди активно совершали транзакции, то майнеры обеспечивали бы безопасность сети, и ваши биткоины были бы в безопасности и имели бы ценность. Давайте посмотрим, это же люди, верно? Без людей что-то не имеет ценности, верно? Например, деньги не имеют ценности. Ну, деньги не имеют ценности, потому что деньги — это хранилище вашей рабочей энергии для будущего потребления. И другие люди должны ценить эти деньги, это богатство, этот актив за вашу рабочую энергию, которую он производит, верно? За то, что он хранит ее. За рабочую энергию, которую произведут другие люди, верно? И так, в любом случае, ключевой момент заключается в том, что если все поместят свои монеты в холодное хранилище и уйдут на столетнее отсутствие, то комиссии за транзакции резко упадут. Майнеры обанкротятся, сеть атрофируется, а монеты обесценятся. Клавиатура здесь. Всем! О боже! Я хочу перейти к истории о плавательных бассейнах в Калифорнии. Я знаю, что отнял у вас много времени, но мне нужно перейти к истории о плавательных бассейнах в Калифорнии. Стало законно использовать воду, знаете ли, для заполнения вашего плавательного бассейна. Так что многие плавательные бассейны были осушены, очищены, оставлены пустыми, верно? А потом люди начали использовать скейтбординг, верно? Много общественных плавательных бассейнов, верно? Скейтбординг стал местом для катания на скейтборде. Так что люди будут использовать сеть, верно, для других вариантов использования, о которых люди никогда не думали. Например, для примера я не знаю ординалы. Так что не беспокойтесь об этом, потому что биткоин это сильная сеть, и у него так или иначе будет вариант использования. Аналитики подтвердили бычий импульс проекта биткоин CMGP к 72 тысячам. Хорошо. Давайте посмотрим на технический анализ этого. Ну что же, вчера после шоу, после моего небольшого разглагольствования, я сказал своим частным зрителям, людям, которые находятся в моей частной группе. И если вы заинтересованы в том, чтобы присоединиться к моей частной группе, вы можете перейти на просто введите davincidge15.com, верно? Это название канала, и тогда вы сможете присоединиться к моей частной группе. Я сказал им, чтобы они перешли на бибит. davincidge15.com, и ты знаешь, займись этой сделкой. Я сказал, что ты знаешь, похоже, что биткоин отскочил от этого уровня поддержки, но я сказал, эй, ты же знаешь, что он, скорее всего, сломается полностью. Обычно он ломается и останавливается где-нибудь, например, перед концом фитиля. Но поскольку эта область здесь является естественной остановкой для большинства людей, я ожидал ликвидности. Именно здесь вы бы купили, где вы бы нашли ликвидность, если бы вы были заинтересованы в покупке. А затем, конечно же, есть кто-то, кто тоже покупает здесь. Так что, естественно, это была бы хорошая точка входа, а затем бум, вот где мы сейчас находимся. Я сказал всем перенести свои стопы в безубыток, потому что ты же знаешь, что это может продолжиться и дальше. Мы не закрыли пушечное тело ниже этой восходящей линии тренда, так что это хороший знак. Надеюсь, что этого не произойдет. А затем ты знаешь, что эти четыре часа продолжаются в восходящем тренде. Это надежда и молитва, верно? Потому что мы слишком много раз тестировали минимумы здесь, в районе 60 тысяч. Так что, скорее всего, если произойдет какой-то отскок, я думаю, тебе следует отказаться от этой сделки. Забрать всю возможную прибыль и, возможно, рассмотреть возможность открытия короткой позиции в будущем, и мы поговорим об этом позже. Что касается эфириум, то эфириум, как вы знаете, пробил свою предыдущую поддержку здесь, вот здесь. И я сказал вам, ребята, что вы знаете, что уровень 3224 был уровнем поддержки, которого они должны были достичь и пересмотреть. И вполне возможно, что мы могли бы опуститься еще ниже. Например, да, посмотри вниз до самых вершин этих уровней. Вот этот уровень, это тот уровень, до которого мы должны опуститься, и мы это сделали. Мы снова поднялись выше уровня поддержки и пытаемся удержать его прямо сейчас. Из-за этого серьезного прорыва, если мы не удержим этот уровень, мы можем увидеть, как он опустится до 3 долларов 0 уровня. А затем нам придется надеяться и молиться, чтобы он развернулся на этом уровне. Так вот, вот на что мы сейчас смотрим. Ты же знаешь, что эфириум вот-вот рухнет прямо сейчас. И так, что у нас может быть небольшой откат назад, но скорее всего мы просто снова потерпим неудачу и прощай. Гаснет свет. Хорошо, ну что же, я надеюсь, ты чему-то научился. Я надеюсь, что вы извлекли что-то полезное из сегодняшнего выпуска. Я знаю, что я сделал, и мы увидимся с вами, ребята, завтра. Всего хорошего.